Всем добрый день, меня зовут Новгородцев Павел, я продакт-менеджер компании «Эпиматика» и я приветствую вас в одной из переговорных комнат нашей компании. Я вам расскажу про новое оборудование, которое входит в товарный портфель компании «Эпиматика». Это интерактивные LED-панели компании ITC. Откуда они взялись? Что такое интерактивные панели? Помните, раньше были деловые встречи просто в кабинете, рядом меловая доска, на которой кто-то уже успел нарисовать маркером, и это не стирается, и это трудно, это ненаглядно, это не интерактивно. Потом появились большие устройства, на которых можно было вывести демонстрацию экрана с ноутбука, можно было посмотреть презентацию, и участники могли видеть то, что заранее подготовил организатор встречи. Но было невозможно оперативно выносить пометки и корректировку, и не только слушателям, но даже докладчику. То есть видели только то, что он заранее подготовил. Эволюция устройства отображения привела к тому, что появились интерактивные панели, инструмент, в котором все эти недостатки уже устранены. Компания «Эпиматика» представляет вам интерактивные панели ITC, продукт, который делает все ваши деловые встречи наглядными и интерактивными. Напоминаю, что же такое интерактивные панели? Это не только устройство отображения с великолепной картинкой, но фактически это большой планшет со всеми его преимуществами и дополнительными удобствами. И взаимодействие с подобным устройством, как с любым планшетом, для всех привычно и неподготовленному человеку не требуется никакого специального обучения. Первое, на что обращать внимание, когда работаю с интерактивными панелем, это использование приложения белой доски, замена той самой маркерной доске. Можно рисовать пальцами, можно рисовать специальными стилусами. Кстати, у панели ITC есть распознавание толщины того, чем вы касаетесь экрана. Это очень интересно использовано. То есть стилусы двусторонние. С одной стороны он тоньше, с другой тоньше. И можно присвоить к каждой стороне свой цвет. Казалось бы мелочь, что не нужно каждый раз заходить в мини переключать цвет. Но вот из этих мелочей складывается комфорт и, как следствие, приверженность к определенному бренду. Есть распознавание жестов. Ну, для того, чтобы стереть написанного, нужно просто ладонью стирать. Не нужно переключаться через меню на ластик. Рисование, использование таблиц, любых фигур, ставка любых изображений, графиков, структурных схем. Ну, то есть все функции, которые могут вам понадобиться. Есть специальные блокировки, которые используются в том случае, если нужно как-то защититься от нечаянных нажатий или от несанкционированного доступа. У всех панелей ITC стоит практически полноценный Android с Google Play. Неурезанный, я хочу это подчеркнуть. В панели 82 и 83 серии, я потом разъясню, что и как отличаются серии, есть возможность установить OPS-компьютер с Windows. И тут возможности использования становятся вообще практически неограниченными. Если у Android еще есть какие-то ограничения, функциональности или существующим приложениям, то Windows таких ограничений, как вы понимаете, вообще не имеет. На лицевой панели куча входов, включая Type-C. И эти входа очень интересно доступны обеим системам. То есть, грубо говоря, вы можете доступ иметь к флешке, воткнутой и с Android и с Windows одновременно. В обязательном порядке присутствует защита от синего цвета. Сейчас этому очень много внимания уделяется, чтобы защитить ваши глаза. Обычно на панели приходится смотреть во время презентации или какого-то заседания очень долго, на выставках вообще несколько часов подряд. И поэтому компания IT защищает ваши глаза. Стекло с антибликовым покрытием очень тяжелое и толстое, с определенной долей вандалозащищенности. Интерактив предусмотрен не только для выступающего, но и для зрителей. При установке приложения, которое можно получить по QR-коду, вот с читавого с экрана, присутствующие могут передать свой контент на панель, одновременно 4 человека, ну либо меньше, естественно. А также видеть все, что в данный момент отображается на панели у себя на своем гаджете. Это очень удобно, если вы, например, сидите далеко от панели, несмотря на ее большой размер, все равно можете просто видеть на своем телефоне полное дублирование экрана и не вглядываться куда-то там дальше. Также те, кто не установил специальную программу для расшаривания, могут быстро получить, сохранить информацию из панели, просто отсканировав QR-код. Есть функция, которая дает зрителям возможность не делать никаких специальных записей, а просто скопировать после презентации всю информацию себе. Ну и плюс эта презентация, естественно, сохраняется на панели и может быть использована потом в любой момент. Не все подобные устройства имеют возможность мониторить состояние для исключения возможности перегрева. У ITC это предусмотрено. Более того, старшая модель имеет возможность выводить на экран температуру окружающей среды, влажность и загрязнение воздуха, так как имеет соответствующие датчики. Об этом я чуть попозже расскажу. Есть оперативное меню. Наиболее востребованные и часто применяемые функции доступны очень легко с любой стороны экрана. Это очень удобно. Тот, кто делает презентацию, вынужден не стоять с одной стороны, он может стоять с любой стороны. Меню называется с их стороны. В этом оперативном меню предоставлены такие программы, как таймер, календарь, камера, если она подключена, сенсорная блокировка, запись экрана разделения, экрана голосования и так далее. Вот модельный ряд интерактивных панелей ITC. Он состоит из нескольких моделей разного функционала, представленных в разных размерах диагоналей. ITC выбрали нумерацию так, что младшие модели имеют префиксы 82 и 83, старшие 81 и имеют собственное название iHub. Чем же они отличаются? Самая младшая модель 830E не имеет в своем составе ни камеры, ни микрофона. Это очень удобно, если у вас уже есть эти гаджеты, либо вы хотите использовать любые недорогие, которые у вас есть. Получается, что вы все равно достигнете той же цели, как и с более старшими моделями, но только совсем бюджетно. 82 имеет 4К камеру, массив из 8 микрофонов, а 81 имеет собственное название iHub. Это самая продвинутая с расширенными возможностями. Там установлен по умолчанию Windows, а не Android с возможностью апгрейда до Windows, как в младших моделях. Улучшенная акустика, которая реально звучит совершенно неожиданно просто для панели. И она имеет еще много маленьких фичей, про которые я вам расскажу чуть попозже. Но, несмотря на разницу в ценах, даже самая младшая модель без проблем воспроизводит 4К 30 FPS контент. Как видите, такая организация модельного ряда позволяет закрыть все потребности, которые могут возникнуть у вас, учитывая, что может оказаться, что каждый предъявляет совершенно разные требования к устройству отображения. Все панели можно закреплять на стене. Настенное крепление идет по умолчанию. Видите, два стилуса в комплекте, те самые двусторонние, про которые я говорил. Пульт полноценный, не урезанный, андроидный, как у других производителей. И опциональный модуль IPS, на котором можно установить Windows, мобильная стойка, умная ручка, FM-трансмиттер для трансляции всего контента с вашего ноутбука. Перейдем к 81 серии. Это, на самом деле, наверное, можно назвать уникальная модель старшего поколения с расширенными возможностями. В модели X81 применено много инноваций, которые никак не упоминаются о конкурентах. Я считаю, что это очень выделяет ее на фоне остальных, и это все дает очень возможности пользователям. Что можно выделить? Вот я выделил красным цветом. Да, наверное, все можно выделить. Все инновационные решения значимы и полезны для пользователя. X86 чипсет, встроенный модуль Narrowband Internet of Things, датчики окружающей среды, о которых я до этого говорил, с умной кнопкой, которые вместе могут управлять внешними устройствами, пробуждение по сценарию, поддержка Wi-Fi всех на данный момент стандартов. Камера и микрофон объединены в один съемный блок. Крепятся на магните, но его можно снять и получить вообще полную конфиденциальность встречи. Для некоторых применений, как вы понимаете, это может быть очень важно. Программное исключение умеет распознавать лица для авторизации и жесты поднятых рук для подсчета во время голосования. То есть вы руками махнули, он посчитал их, не нужно считать самим. Отслеживание участников, кадрирование, преобразование голоса в текст. Ну, это есть по умолчанию в телефонах во всех, но на панели эта функция может очень помочь при необходимости. Заведение статистики об участниках и оборудовании, датчики освещения, температуры, влажности с возможностью управления внешними устройствами по сценарию. Ну, видите, что инновационных решений много и в кратком даже перечислении хватило на три слайда. Все нужные и полезные. Некоторые о мною были упомянуты неоднократно, но только лишь с целью подчеркнуть разносторонность преимуществ. Подчеркну некоторые, которые выделяют эту модель среди других брендов. Как я уже сказал, система построена на чипсете X86, по умолчанию там стоит Windows. Android даже не предусмотрен. Windows 10 операционная система. Встроенный модуль Narrowband Internet of Things. Умная кнопка, которая позволяет, используя данные с датчиков, освещения, загрязненности, влажности, управлять внешними устройствами, управлять освещением в помещении, управлять, например, кондиционером, управлять шторами и другим оборудованием. То есть такой интересный командный центр получается. Интересная функция активации панели. Она заключается в чем? Если человек стоит какое-то время перед панелью, это время можно задавать, она выходит из режима сна. Зачем это может понадобиться? Ну, представьте, если она находится в личном месте, она активируется только когда подойдет человек и постоит какое-то время перед ней. Ну, естественно, умная белая доска. Все интерактивные панели имеют интегрированное ПО, которое позволяет использовать для оперативной работе в качестве белой доски. У iHub возможности этой белой доски функции еще более расширенные. Гибридно разделенный экран. Функция расширения контента с мобильных устройств с одновременной работой до четырех пользователей. Все, что я упоминал для младших моделей, включая разделение экрана, тут в обязательном порядке. Подытожим, что же мы получим в результате использования интерактивных панелей ITC. У вас экономится время, затраченное вами для подготовки к встречам, презентациям, потому что файлы специально готовить не надо. Панель умеет работать с чем угодно и с любым внешним источником. Второе, удобный интерфейс для пользователей, привычный. Привычные взаимодействия, как с планшетом и телефоном, все интуитивно понятно. И универсальность применения, потому что она может и как устройство отображения работать, и как инструмент ВКС, инструмент голосования, ну и как обычная меловая или маркерная доска. Настенные крепления, как я уже говорил, идут в комплекте, но если вы хотите использовать мобильные крепления, что практически логичнее и удобнее, чтобы оперативно перемещать интерактивную панель по переговорке, то мы предлагаем два решения, которые полностью закрывают потребности. Это стойка, на которую можно крепить одну панель и стойка для двух панелей. На данный момент этого вполне достаточно. Не всегда есть необходимость в широком ассортименте, но при этом мы, если нам понадобится, конечно, будем вносить в товарную матрицу еще дополнительные крепления. Все крепления проверены с четырехкратной перегрузкой, и поэтому их применение может быть ограничено только здравым смыслом. Перейдем к LED панелям. Это следующая ступень по сравнению с проекторами, видеостенами, составленными LCD панелей и даже по сравнению с отдельными LCD панелями больших диагоналей. Это LED панели All-in-One компании ITC. Такая панель 110 дюймов висит позади меня, как вы видите. Все применяемые ранее устройства отображения имеют недостатки, и их невозможно устранить в связи с ограничениями диктуемыми технологией. А у LED панелей эти недостатки отсутствуют. Яркость, контрастность, время работы и возможности неизмеримо выше всех остальных устройств отображения. Информационные светодиодные панели All-in-One были специально разработаны для проведения конференций и обучения внутри различных помещений. Идеальный дисплей, длительный срок службы, безупречная передача оттенков серого, однородность изображения, широкий угол обзора, естественная цветопередача. Ну, все это дает идеально подходить для лекционных залов, малых, средних, больших конференц-залов для переговоров. Чем они отличаются от LED стен, которые раньше использовались, тем, что это законченное решение. Это экран с рамкой. Похоже на очень большой телевизор, но это не телевизор. И плюс различные варианты крепления, предусмотренные у компании ITC. Я об этом чуть-чуть подробнее потом скажу. Размерный ряд полностью удовлетворяет любым возможным помещениям. В него входят 110 дюйма, 135, 165 и 220. Здесь вы можете увидеть рекомендации, какой размер LED панели больше подходит под ваши требования. Ну, естественно, это не ограничивает ваше желание повесить панель, как вам хочется. Например, вот эта комната, она, ну, наверное, меньше 20 квадратных метров, но 110 дюймов LED панель здесь не смотрится большой и какой-то неуместный. Очень хорошо и гармонично все смотрится. В составе панели есть модуль управления с пользовательским интерфейсом на базе Android 11, он немножко переработан. Он с различными функциями, возможностями взаимодействия, воспроизведения любого контента. А интерактивные LED панели, представляете, вот это еще и в интерактивном варианте существует. Как опция, в них может быть встроенный компьютер на Windows. Ну, там даже нет смысла описывать преимущества, они становятся практически безгранично. Можно реализовать сценарий одновременно, но выводы контента с четырех подключаемых устройств. Ну, то есть, все, что я вам упоминал про интерактивные панели, то же самое применимо к LED. Устройства допускают для подключения с Windows, Mac OS, iOS, Android, ну, то есть, все, что на данный момент существует. Защита. Конечно, защита. Признак любого экрана, на который пользователям приходит смотреть долгое время, это защита зрения. В панели ITC, в LED-панели ITC предусмотрен режим защиты для глаз от так называемого синего цвета. Малая потребляемая мощность. Проблемы LED-экранов всегда были именно в том, что они грелись. Тут же мы видим яркость у ITC выше конкурентов, у большинства конкурентов 500 км на квадратный метр, у ITC 800 км на квадратный метр. Почти в два раза. Полтора, наверное. Да, в полтора. И при этом панель практически холодная. То есть, я подхожу, трогаю рукой, она еле тепленькая. В режиме выключения, в режиме ожидания, у нее потребление настолько смешное, что можно ее использовать как домашний телевизор, оставлять в ведущем режиме, а не выключать полностью. Ну вот здесь собраны основные преимущества и возможности LED-панели ITC. Я выделил красный. Очень узкая рамка, когда площадь, занимаемая изображением 99% занимает. Полная защита электрической части от замыкания аварий. Внутри панели свой размыкательство и свое реле. То есть, в случае необходимости, она отрубается полностью. Все беспроводные протоколы с заполнительным режимом, точка доступа. И очень малое потребление, о котором я только что говорил. Вот эта 110-я панель потребляет всего 733 ватт. Можете себе представить. Она реально еле теплая. Приезжайте к нам, кстати, подходите, смотрите вживую, трогайте, убедитесь во всех возможностях лично. Способы установки. Подавляющее большинство других брендов предлагает лишь один вариант. Напольная подставка. Вот есть такой большой телевизор. Вообще это ограничивает область применения, потому что это все равно не получается мобильным. Двигать этого монстра невозможно. А с ATC вы избавлены от необходимости искать решение и придумывать способ монтажа. Крепление по вашему выбору на потолок, на пол, на стену идет в комплекте. То есть, вы предварительно выбираете, какой вам нужен. Получаете панель именно с этим креплением. Ну, согласитесь, это все-таки очень удобно. Примечание. 220 дюймов панель поставляется только с настенным креплением. Потому что этого монстра на пол не повесишь и к потолку не прикрепишь. Все панели поставляются в разобранном виде. Это все-таки большое преимущество по сравнению с, например, если взять это 110, а панель LCD 100 дюймов, она соизменимого размера. Но только вы постоянно должны помнить о том, что это большое хрупкое устройство. Его никуда не занести. Она не влезет в лифт и все такое. LED панели LED. Они все поставляются просто в разобранном виде в коробке. Два человека за 4 часа делают монтаж. Коробки эти переносятся теми же двумя людьми. И хочу подчеркнуть еще такую вещь, что ITC отошли от интегрированного устройства, когда и LED панель, и устройство управления, это единый блок, и как большой телевизор, они сделали раздельный видеоплеер. С моей точки зрения и с точки зрения компании ITC, это выглядит как система более высокого уровня. Потому что, например, человек, делающий презентацию, не подходит и не втыкает где-то на глазах у всех флешку, и она торчит тут прямо на лицевой панели. А вся коммутация где-то спрятана, и это выглядит все-таки, ну вот, как я сказал, более высокого уровня. В этой таблице собраны характеристики, спецификации. В красном выделено то, что мне кажется все-таки конкурентным преимуществом обобщимых. Как я уже говорил, очень узкие рамки. Узкие, но в то же время ощущение законченности решения. Максимальный размер изображения до 99 площадь от экрана, и у пользователей появляется ощущение вовлеченности, потому что это реально вот прям все перед тобой большое. Крепление идет в комплекте, как я уже говорил, вам нет необходимости задуматься над поиском и подбором крепежа. И еще у ITC акустика не комплектуется LED-панели. Это на самом деле не недостаток, это даже, наверное, преимущество, потому что, представьте, у вас есть большая панель 220 дюймов, громадный залп от 200 метров, и все равно вы встроенной акустикой не озвучите его. Это дискредитация самой идеи звукоусиления. Все-таки большому экрану большая акустика. И в подобных случаях выбор акустики и звукоусилительной аппаратуры делается с учетом совершенно других задач. Если вы хотите озвучивать большое помещение, акустика должна быть соответствующая. Вот даже здесь у нас стоит внешняя акустика, кстати, тоже ITC, и совсем по-другому все звучит. Все LED-панели выпускаются как бы двух серий. Это вот наверху, там, видите, выделена красная буква G и буква Z. G в них используются светодиоды National Star, светодиоды National Star с увеличенным углом обзора и с лучшим уровнем серого по заявлению производителя. Но тот же производитель соглашается с тем, что если поставить рядом панели с буквой G и с буквой Z, то только тогда что-то будет заметно. Отдельно друг от друга качество практически несравнимо. Только если вы начнете какими-то приборами измерять параметры, может быть, будет какая-то разница. Что такое медные проводники, упомянутые в строчке светодиоды? Компания ITC гордится тем, что у них в соединениях использована медь, в отличие от стали, как у некоторых других брендов. Медь – это лучшая проводимость, это большее быстродействие, это меньше потребляемая мощность. Это все-таки большое преимущество. Видите, там выделено 800 кандел на метр. Я специально на квадратный метр специально это выделил, чтобы вы запомнили, у кого же, у какого бренда все-таки 800 кандел, а не 500. Светодиоды используются SMD-1010. У интерактивных панелей светодиоды используются уже GOB, а не 1010. Они залиты таким компаундом на ощупь. Это совершенно по-другому ощущается, почти как COB, но гораздо дешевле. И дополнительно защищает поверхность от непреднамеренного повреждения. Буква T на конце обозначает тач исполнения, и они могут поставляться вместе с внешним блоком управления на Windows. 220 дюймов в интерактивном исполнении не выпускается. Причины просты. Это настолько громадный экран, что даже с указкой вы не дотянетесь до верхнего края. Вот тут собраны уважаемые бренды, которые представлены на российском рынке. И хочу сказать, что компания ITC выпустила довольно достойный продукт, действительно достойный. И он обязательно займет свое место на рынке устройств отображения. И вот там в левом нижнем углу, видите, я специально оставил место для ITC. Если я через какое-то время буду читать вам ту же самую презентацию, то там уже будет написано ITC. На всякий случай напомню вам, что же компания Epimatic, которая является дистрибьютором ITC, предлагает партнерам. Это подбор оборудования для вас, демонстрационные залы, в которых вы можете прийти и потрогать все интерактивные панели и даже вот нашу 110-ю или панель. В складе это будет складская программа. На данный момент доставка под заказ идет от 30 до 90 дней. Тестовое оборудование, которое вы можете запросить, если у вас существует проект. И даже не в нашем демозале, а у себя. Все это проверить, пощупать. Естественно, система B2B для партнеров. Гарантия 12 месяцев. Мы рассмотрим вопрос с возможностью продления гарантии. Ну и самое главное, наверное, что вы должны запомнить, что мы не оставляем вас без нашей поддержки никогда. Мы помогаем своей службой пресейла выбрать и решить все технические проблемы до продажи. Мы помогаем с ценами во время продажи. Мы помогаем технической поддержкой после продажи. Становитесь нашими партнерами. Давайте работать с нами. У нас есть отличное оборудование для вас. Если вы хотите задать какие-то вопросы, не упускайте момент, спрашивайте. По какому протоколу iHub общается с внешними устройствами типа свет? Там написано, что инфракрасные датчики. Перевод конференции в текст, дать пояснение. Ну, там идет просто распознавание сказанного вами текста. То есть то же самое, что вы используете в телефоне, когда вы наговариваете, когда у вас нет возможности что-то написать, руки заняты. Точно так же вы можете использовать эту функцию на интерактивной панели. LED-панель CLB? Нет, GLB. Поверхность гладкая, практически как CLB, но это GLB. Шаг пикселя зависит от диагонали. Там в таблице, я сейчас вернусь, там упомянут шаг пикселя. Вот наверху видите, 1.25, 1.58, 2.0 и 3.0. Сколько входов USB 3.0? Я на память не помню, по-моему, 2 или 4. Ну, наверное, точно надо знать без учета входов UPS. HDA поддерживает? Боюсь ошибиться, по-моему, на данный момент он не поддерживается. Можно ли вешать вертикально в портретной ориентации? Вопрос, наверное, про интерактивные панели. Для интерактивных панелей производитель не заявляет официально, что там можно вешать вертикально, поэтому только на ваш страх и риск я бы не стал так делать. Я, когда работал раньше с профпанелями, там те модели, которые, возможно, были вешать вертикально, это специально оговаривалось производителем, потому что там технологические какие-то изменения делаются в панели. Но LED-панели, естественно, можно вешать, как вы хотите. Ей-ей все равно. Съемный блок камер на интерактивных панелях как организован? На магнитах крепится, на i-хабе. То есть можно очень оперативно снять, и если в каком-то организации требуется полная конфиденциальность встречи, это можно сделать буквально в секунду. Протокол обмена с внешними устройствами, они заявляют именно вот Narrowband Internet of Things. Большое вам спасибо. Жду ваших вопросов на почту. Жду вашего общения с нашими менеджерами по продаже. Жду вас среди наших партнеров. Было очень приятно с вами общаться. Было приятно вам давать информацию. Спасибо вам большое. Всем до свидания.